Маркетинг-сайентист или маркетолог будущего. Кто это и как им стать? Возможно, раньше вы присматривались к прогрессу в маркетинге, частично изучали его, переживали насчет скорости развития и, наконец, имели мудрость признать, что в любом случае вы отстаете как индивиды от прогресса коллективного маркетингового разума, который постоянно создает какие-то инновационные решения. Когда я говорю про инновации, то имею в виду настоящие, прорывные инновации. Если раньше они были направлены на создание новых продуктов, то сейчас инновацией может стать принципиально новая связь между уже существующими объектами. Настолько новая, что она может создать новый продукт и новые рынки. Одной из последних инноваций такого уровня для меня как маркетолога стали автоматические маркетинговые платформы, которые объединили инструментарий в единый интерфейс и позволили управлять им. Чуть позже я расскажу, какие это платформы. Кстати, новая профессия, которая уже стала трендом около 4 или 5 лет назад, это Data Scientist. И эта профессия – ответная реакция в результате все большего и большего накопления информации и ресурсов, которые нужно обрабатывать и что-то с ними делать. Еще раз, при существующих технологиях количество информации растет в геометрической прогрессии, количество данных накапливается, власть маркетинга уже давно сместилась из пирамидальной структуры в точки концентрации информации. Как только это стало понятно и принято, вокруг этих скоплений информации стали формироваться новые рынки и новые игроки на этих рынках. Если говорить про маркетинг, то такие платформы, как Элоква и Маркета, принципиальным образом меняют все понимание маркетинга. Если раньше экспертиза маркетолога заключалась в основном в его опыте, и это было ценно, то сейчас экспертиза в силе цифр. Знания автоматизировались в виде графиков и дашбордов. Это хорошо, что больше не нужно ждать целый месяц аналитику целевой аудитории, что можно проверить любую теорию по выходу на рынок в считанные дни и получить моментальную реакцию еще до самого запуска продукта. Ведь это здорово. Теперь можно посмотреть амниканальную аналитику, понять куда и сколько инвестировать и что получится в итоге. И согласно здравой логике, это может стать той самой эрой переворота бизнес-моделей из продукт-центрик в одеон-центрик. По сути, эти платформы являются прямым выходом на уровень потребностей клиента в моменте. А значит, в каком-то обозримом будущем достаточно будет просто подумать о том, что хочется, и тут же получить алгоритмы по тому, какой путь наиболее оптимальный при достижении данных желаний и целей. Итак, маркетинг будущего, или вернее маркетинг уже настоящего. Что это? Цель маркетинга сформировал еще 60 лет назад Питер Друкер, американский ученый, который придумал и создал теорию менеджмента и инновационной экономики. Итак, по Питеру Друкеру цель маркетинга является узнать и понять клиента настолько, чтобы товар или услуга точно соответствовали его требованиям и продавали себя сами. Допустим, мы это усвоили еще в лихие 90-е и нулевые. Так вот, в сегодняшних реалиях маркетинг это про время, которое продукт или услуга экономит своему покупателю, когда у него уже сформировалась потребность. Это не догоняющие баннеры, которые преследуют тебя еще месяц после покупки, это скорее про уведомления, например, о ближайших заправках, когда бак подходит к концу, а ты где-то в пути от Кишинева до Киева. Еще интереснее будет, если маршрут изначально будет проложен с учетом заправок и различными критериями комфорта и оптимизации. Так все-таки, что делать олдскульным маркетологам? Блюкай, Элоква, САС Кампани, Маркета, Адоуп Экспириенс Менеджер, Хадуп. Если вам не знакомы названия этих компаний и те продукты, которые они предоставляют, рекомендую изучить, кто они, что умеют и почему они вообще появились на свет. В ближайшем будущем все коммуникации будут переведены на автоматические платформы, а значит за этим последуют серьезные изменения на рынке. Под изменениями я подразумеваю, что все путешествия клиента уже измерятся и будет измеряться еще детальнее, как в онлайне, так и в офлайне, особенно в офлайне. Если вы из агентства по организации офлайн событий, изучите, как можно замерять путешествия клиента. Это может быть RFDI, NFC, QR-коды, различные биконсы и так далее, чтобы возвращать все данные по клиенту в онлайн. Тот самый персонализированный омниканальный маркетинг можно построить только на данных, которые удалось собрать. Интегрируйтесь с существующими платформами, чтобы не прерывать путешествия клиента в офлайне. Или хотя бы создавайте свою бигдата в Excel и дальше считайте, что вам приемлемее. Уже имеющиеся продукты или своя платформа аналитики. Я уверен, что любая автоматизация создает возможности и ресурсы для каждого из маркетологов, для перехода на новый уровень знаний, на новый экспериментальный уровень, когда теории проверяются в считанные часы или дни. В маркетинге грядут перемены. Если думать, куда развиваться и чему учиться в первую очередь, я бы предложил взглянуть в сторону комбинации маркетинг и сайентист. Ну, от дата сайентист. Только с маркетинговым уклоном. Я вижу маркетинг сайентист как эксперта в области анализа целевой аудитории и ее потребностей, а также построение персонализированных Customer Journey Map с учетом оптимизации ресурсов компании и временных ресурсов клиента. То есть маркетинг сайентист – это сосредоточение единой экспертизы в одних руках. Почему это важно? Маркетинг сайентист может построить предиктивные модели ROI, отвечающие на вопрос эффективности инвестиций в маркетинг. Почему это важно сейчас? Потому что маркетинг автоматизируется и будет автоматизироваться дальше, предлагая цифровые и точные решения взамен человеческих ресурсов и экспертиз. Это большие возможности, которые закрывают эру исполнительного маркетинга и переходят в стратегический data-driving маркетинг. Почему это интересно? Потому что в руках маркетинг сайентист будут аккумулироваться данные, которыми он сможет управлять. Каждая маркетинговая активность будет в режиме реального времени. Сразу же показывать результаты, ее можно будет тут же адаптировать, вместе с тем учиться поведенческим паттернам клиента в режиме реального времени. Схематически я бы изобразил экспертизы маркетинг-сайентист в следующем видео. Обратите внимание, что многие сферы можно отдать на аутсорс. Они автоматизируемы и управляемы. Особенно я концентрирую внимание на умении строить омниканальные Customer Journey Map и анализировать их. По сути это автоматизированный самодостаточный инструмент лидогенерации. Автоматизированный онлайн-одел продаж, если угодно. Это видео не претензия на путешествие в будущее, это уже настоящее. Такое себе руководство к действию, в каком направлении двигаться маркетологу, который хочет развиваться и хочет стать маркетинг-сайентист. Да, и буду благодарен вам за комментарии и ваши мысли относительно контента данного видео. Конечно же отвечу на все как можно более развернуто, ну если комментарии или вопрос будут того требовать. Пока.